Зарплата в 200 тысяч рублей и участок земли в Абхазии или в аннексированном Крыму. Такие условия предлагают наемникам в ЧВК «Конвой». Это новое вооруженное формирование, созданное Минобороны России на территории оккупированного России полуострова. Узнали журналисты важных историй. Пополнять ряды конвоя собираются за счет заключенных. Создают сейчас подготовительные лагеря слаживания. Прямо в эти дни мы получаем сообщение в режиме нон-стоп о том, что генералы, ПСИН и полковники Министерства обороны объезжают целый ряд исправительных колоний. Особенно последние два дня это рейды по рекрутированию осужденных в исправительных колониях ГУФСИН по Свердловской области, где у них стоит лимит минимум 1000 человек в ближайшие несколько дней отправить. И дальше они хотят запустить тот же самый конвейер смерти, отправляя осужденных, но только теперь уже не в Агдер, а в то, что с говорящим названием именуется ЧВК «Конвой». По информации журналистов, главным конвоиром назначили главу оккупационной администрации Сергея Аксенова, а командовать ЧВК будет некий Константин Пекалов с позывным «Мазай». Ранее он был наемником в ЧВК «Вагнера» и известен своим жестоким отношением к подчиненным. Его перевели из «Вагнера» под контролем ФСБ в создаваемую так называемую ЧВК «Конвой», для того, чтобы там внедрять и реализовывать жестокие методы, в том числе расстрелы, внесудебные казни, в отношении заключенных, которых сейчас собираются начать направлять в сторону Крыма и через Крым по направлению Токмак, для того, чтобы там устроить, если хотите, Бахмут в версии 2.0. По словам экспертов, только Путин мог дать разрешение на формирование ЧВК «Конвой» во временно оккупированном России Крыму. И объясняется такое решение тем, что Кремль всерьез опасается украинского контрнаступления на юге. А вот Аксенов вполне может использовать этот ресурс в своих целях. Это не вопрос участия группы Аксенова в войне против Украины. Вы же понимаете, что такое Аксенов для того, чтобы воевать с Украиной. А зачем Аксенову нужно? Аксенову это будет нужно для того, чтобы, воспользовавшись слабостью государства, попытаться сохранить те сворованное имущество, которое он в Крыму украл и попытаться вывезти куда-то в какой-то российский регион. А потом, воспользовавшись слабостью государства, попытаться где-то добрать чужого имущества. То есть, когда местные власти начнут распадаться, федеральные власти начнут распадаться. Кроме того, военные аналитики утверждают, что создание новых подразделений из заключенных говорит о глубоком кризисе в российской системе подготовки военных и нехватке человеческого ресурса. Нет также достаточной базы для качественного обучения мобилизованных бойцов. Именно поэтому, по мнению британской разведки, российских новобранцев готовят к войне на территории Беларуси. Самая большая причина – это отсутствие времени. То есть, время играет против Российской Федерации. Российской Федерации катастрофически не хватает времени на подготовку своих мобилизированных людей. Чего еще? Ну, техника, само собой, техники не хватает. Техника старая, на всех ее не хватает. Пехота идет сама, поэтому их тренируют уже как пехотинцев. Но это опять все укладывается в концепцию нехватки времени на подготовку. Эксперты уверены, Кремль провалил вторую волну скрытой мобилизации. Повестки выдавали повсюду – на предприятиях, в многофункциональных центрах и учебных заведениях. А потом принуждали россиян подписывать контракты. Но такими методами набрать нужное количество новобранцев не получилось. С другой стороны, действовать открыто и массово, как это было в прошлом году, российские власти опасаются. Ведь это чревато социальной напряженностью и еще большей политической нестабильностью. Василий Панасюк для телеканала Freedom.